Пастор Амонтелли Пастор Амонтелли Дорогая церковь Папа Мама Дорогая моя куча Дорогая моя куча У меня есть Папа 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 Привет! Привет! Вот я вспомнил за паприки И даже Мой папа прямо сейчас Говорит за меня И И даже Мама Ольга, моя мама Она За камерой Да, и мы вам передаем большой привет из Африки Здравствуйте Самуил на самом деле подрос Самуил уже проповедует И первые плоды Первые дети Они приходят к Иисусу Они встречаются с Иисусом На молитву покаяния Оля призвала к молитве покаяния Эти дети вышли на молитву покаяния О Боже мой И вместе с вами Мы очень много сделали чего в Африке За это короткое время Мы очень благодарны вам за помощь За сотрудничество Мы очень благодарны отдельным семьям вашей церкви И пастору церкви Которая Я думаю немало вложил хорошего в людях Что их сердца открыты к миссии Открыты к служению И к тому, чтобы достигать тех людей Которые еще не достигнуты Евангелия Теперь самое важное Мы начинаем постройку Еще одной школы Это будет В одном комплексе В одном комплексе Где будут учиться дети У нас уже куплена земля Мы уже разрабатываем территорию Готов проект И дальше Должно начинаться уже Сам процесс простройки А также мы открыли Собственное производство кирпичей Ну, чтобы снизить стоимости На расходы Постройки школы Что поможет нам значительно Плюс еще это Станет дополнительным бизнесом Для церкви в будущем Мы говорили о том, что Мы подготавливаем школу Для пасторского образования С вашей помощью Эта школа уже запущена Первые 20 пасторов Они учатся читать, писать И их знания были на нулевом уровне Сейчас они уже могут читать имена Они получили первые навыки Грамотности И, конечно, это абсолютно феноменально Потому что церковь однозначно изменится Если уровень пасторства Он станет более зрелым Более взрослым И люди научатся читать Священное Писание И проповедовать Священное Писание И, конечно, во времена пандемии Вы, я думаю, все помнят Когда мы отправили большое количество еды В пустыню Туркана Два грузовика Для того, чтобы поддержать церкви Поддержать наших братьев, которые голодали Люди умирали с голода Это было тяжелое время Очень тяжелое время Но большое спасибо вам Вы участвовали Большое спасибо И, конечно, вот сейчас В это время Мы сделали еще несколько проектов На Горелгон Такие мосипусинки С такими же мосипусниками Приходят кушать Они тут махают руками Их никто тут не подстегивает Чтобы они махали руками Они сами машут руками Они очень рады Здесь Горелгон С села Джонпауэр Где мы построили школу Вот эти детки Сегодня пришли на Накушание Семочка, сколько ты говоришь деток? Сто восемь Сто восемь Молочинка Одну из проектов Источник В одной из деревень Где огромное количество детей И взрослых Были больными Различными проблемами Кожи Желудков И в общем Это была абсолютно Плачевная ситуация Но мы верим, что эта ситуация изменится Потому что уже две недели Как эти люди Могут пить хорошую чистую воду Да, мы нам уже тут рассказали Что местная школа Которая здесь есть Она приходит сюда за водой За чистой водой У них нет в школе воды И они посылают сюда детей Мы не уезжаем отсюда Из Кении Мы остаемся в Африке Мы остаемся здесь Мы не думаем о том Чтобы в ближайшие годы Может быть даже два Уезжать отсюда Потому что Бог открыл нам Возможности Проповедовать в племенах Где очень маленький Процент людей Достигнуты Евангелия Такие племена Как Поход Как Туркана Племя Караманджонг На территории Уганды Которая находится Мы сейчас готовим Документы туда Для того чтобы И правительство Уганды Могло нас пустить Через границу Чтобы нам получить Миссионерские визиты Потому что Премя Караманджонг Это всего лишь Около 10% Людей достигнут Евангелия И это племя Которое более Миллиона людей рассчитывают Это огромная племя Церковь очень молодая В этих местах Мы встречали пасторов Церквей Которая существует Где-то до С 2006-07 года Еще в 2017 году Там шли племенные воины Среди Среди различных племен Среди старейших Кланов племен И сейчас эта ситуация Немножко изменилась Наступил мир Благодаря церкви И благодаря Активности Определенных людей Которые там служат уже Но конечно им нужна помощь Им нужны Образовательные материалы Им нужны Обучение в церквах Нужно пастырское Образование Образование детей В воскресных школах Потому что Мы сейчас провели Несколько курсов Образования В горах И мы увидели Что для пасторов Вот этих племен Этих мест Для старейшин Этих племен Является абсолютным Открытием Что ребенок Является душой Что он является вечным Они не понимали этого Они никогда Не мыслили так И конечно ситуация Вместе с этим Меняются В каждой Наверное Более 100 Наверное Около 130 церквей Которых мы Охватили с воскресными школами За это полгода И в этих церквах В очень отдаленных Территориях В пустыне В горах В общем Эти люди съедутся Сойдутся Два дня День пешком В общем С больших расстояний В общем У нас много 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 Хороших Сорвий Какие голоса Звонкие Ай 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 А finally Э Ай Så Знаю 誰 С Мого С Могу Eng В В